Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать одну чудесную универсальную маску. Она универсальна для всех типов кожи лица. Тем не менее, эта маска я очень рекомендую тем, у кого жирная пористая кожа, то есть расширенные поры, поры, которые очень часто забиваются, образуют черные точки или миллиумы. В то же время, эта маска великолепно мягко очищает и тонизирует увядающую кожу. Когда есть морщинки, когда неровный тон лица, есть пигментация, потому что эта маска борется с пигментацией. И эта же маска очень хороша тем, у кого явление купероза или есть сосудистые сеточки на лице. То есть достаточно универсальна она. И состоит она всего лишь навсего из двух ингредиентов. Нам понадобится один средний спелый помидор. Если будет заметно, у меня он даже слегка такой мягкий. Это очень хорошо, потому что это действительно самый, что ни на есть, домашний спелый помидорчик. Главное, чтобы он был абсолютно целый, без каких-то там намеков на гниение. И второй ингредиент, который нам понадобится для этой маски, это овсяная мука или же толокно. Или же вам понадобится хлопья геркулеса. Вот тот самый геркулес, который очень быстро разваривается. И желательно эти хлопья геркулеса либо предварительно запарить, то есть чтобы у вас получилась вот такая кашица овсяная, да, однородная. Либо же перемолоть на кофемолке, ну то есть фактически сделать вот ту же самую муку или то же самое толокно. Итак, приступаем к маске. Мы с вами предварительно наш помидор взбиваем либо в блендере, либо вы его перетираете через сито. У меня здесь шкурочка есть, ничего страшного. Но через сито вы еще убираете вот эту самую шкурочку, которая у некоторых, допустим, вызывает неприятные ощущения, когда на лице ли чувство дискомфорта. И порядка получается полторы столовых ложки, иногда две. Все зависит от размера помидорчика и от его сочности. Вот мы такое количество перекладываем в мисочку. Видите, у меня косточки. То есть когда вы перетираете через сито, этой проблемы нет, но я за скоростью, ничего страшного, если у нас косточки или шкурочка будут на лице. И порядка одной столовой ложки, с небольшой может быть горочкой, добавляем нашей овсяной муки. И вот эту же массу мы тщательно смешиваем. Вот у нас получается готовая смесь к нанесению. Такую маску рекомендуется делать один раз в неделю. Вполне достаточно. Если кожа очень жирная и пористая, то два раза в неделю. Наносим мы ее на предварительно очищенную кожу лица, шеи и декольте. Можно на ладошки наносить на наши руки, если у нас пигментация есть. И оставляем на 15-20 минут. Масса может немножечко по мере подсыхания крошиться. Поэтому будьте готовы к тому, что вам нужно прилечь на эти 15-20 минут и подложить, допустим, полотенечко. Если же у вас кожа очень сухая, зрелая, дряблая, к этой же массе вы можете добавить 1 чайную ложку любого растительного масла, допустим, льняного. К этой же массе вы можете добавить, допустим, аптечные препараты, витамин Е в капсулах или в каплях, или витамин А. Вполне достаточно, допустим, выдавить 1 капсулу витамина Е или витамина А, или по 1 капсуле витамина Е и витамина А для того, чтобы эту массу обогатить. И во время нанесения, то есть мы избегаем зону вокруг глаз и вокруг рта, вы можете немножечко массировать кожу, потому что именно толокно, эта овсяная мука, за счет того, что она вот такими крупиночками, работает как мягкая шлифовка. Дело в том, что эта маска, она как бы два в одном, она и чистит, и тонизирует. Очищение происходит за счет того, что в помидоре есть фруктовые кислоты, в принципе так и называют, и они работают как энзимы. Ну и толокно само по себе, за счет вот этих крупиночек. Ну и безусловно богатый состав. Я просто-напросто напомню, что в помидоре масса витаминов, особенно витамин С, он конкурирует с черной смородиной, со сладким перцем. Ну и конечно же, витамины группы В, витамин К, витамин А, витамин ПП, которые очень хорошо укрепляют сосуды. Ну и масса всевозможных микро- и макроэлементов. Это и калий, и кальций, и медь, и цинк, и железо, и сера. А сера очень хороша для тех, у кого есть, допустим, воспаление акне, да, и даже вот такую маску можно применять при демодекозе. Очень аккуратно, чтобы не вызвать никаких раздражений, потому что эта кожа на все реагирует. Тем не менее, еще раз повторю, эту маску можно делать один раз в неделю, даже при демодекозе. Ну а в следующем ролике мы с вами сделаем еще одну маску, только она у нас уже будет с акцентом на детокс. И опять-таки она будет состоять из помидорчиков. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов, или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция.